Жители Звенигорода ждут решения суда, которое поставит точку в судьбе Народного парка Юбилейный. Рощу создавали в честь 30-й годовщины Победы руками ветеранов и школьников. Как городской парк оказался в частных руках и кто собирается превратить его в коттеджный поселок, узнал Алексей Кнор. Владимиру Бабакину было 12, когда в Звенигороде на правом, посадском берегу Москвы-реки появилась эта роща. Несколько деревьев он посадил своими руками. Нам выдали лопаты, нам выдали саженцы, нас научили, как сажать. Более 5000 деревьев на месте бывших картофельных полей. Сейчас это по-настоящему Народный парк Юбилейный. Его создавали сотни звенигородцев. Ходишь по этому парку и вспоминаешь, где же твоя березка или дерево, которое ты посадил, и сына своего, и внучку свою сюда и ложу. Место, можно сказать, священное. Парк заложили в честь 30-й годовщины Победы. Этим березам и липам почти полвека. И для жителей Звенигорода это не просто роща, а историческая память. Многие деревья посажены руками фронтовиков, вернувшихся с Великой Отечественной войны. Но сейчас земля находится в частных руках. Роща памятен под угрозой вырубки. Участок в 2007 году продала действующая тогда администрация города. Выкупила землю компания «Бизнес-строй» под рекреацию. В 2009 году уже следующий собственник ООО «Юнитекс» меняет вид разрешенного использования этих земель с целью рекреации на целью малоэтажное многоквартирное строительство. 10 лет новый собственник не предпринимал никаких действий. Местные жители подозревают, что сознательно затягивал время. Срок предельный для суда, когда можно обратиться за восстановлением справедливости. Схема наследия 90-х, говорят юристы и правозащитники. То, что можно было легко прихватить, это сельхозугодия, которые там пошли по паям, это быстро сделали. Потом, естественно, пришла очередь вот таких вот земель. На тот момент еще не было государственного кадастра, который позволял оперативно отслеживать внесение сведений. Возможно, участок давно бы застроили, но три года назад Звенигород вошел в состав Одинцовского городского округа. Новый глава вернул парку юбилейный рекреационный статус. Данное территориальное зонирование не предусматривает жилую застройку. Впоследствии собственники обжаловали в суде указанный нормативный акт в части включения данной территории в зону Р1, зону парков. Кассационный суд тоже встал на сторону владельцев земли Михаила Шагалова и Николая Лобанова. Оба от комментариев отказались до окончания судебного процесса. Все сведения, составляющие процессы, составляют государственную тайну, охраняемую закону. Поэтому, извините, комментарии здесь запрещены. Точку в этом деле поставит только суд высшей инстанции. А для людей уничтожение рощи равносильно уничтожению памяти. Алексей Кнор, Всеволод Савичев, Михаил Луткин, Екатерина Юдина. Вести.